Короче, ситуация такая. Я общаюсь с двумя парнями. Я не скажу, что они не парни, я просто с ними общаюсь. Один мне пишет, второй мне звонит. Вот. И, короче, так случилось, что мне нужно купить машину масла. Определенная там фирма, определенная там вязкость, вот. И я такая говорю одному, слушай, короче, я поехала по всем магазинам, нигде нету, ты не знаешь, что делать. Он говорит, ну, залей вязкость, типа, такую же вязкость, только другую фирму. Я такая, ну, окей, хорошо. Я вам поговорю. Слушай, так вот так и так, вот такое вот дело, такая проблема. Ну, что вы думаете, проходит там часа полтора, и он мне пишет, я купил тебе масло. И я, ну, блин, ну, прикиньте, вот один просто там сказал, мог бы он сказать, пойди, он там купи, и все. Боже, какая нудная чаечка. Ребята, всем здорова, саночная связь. Можно было сказать проще. У меня во фан-зоне два оленя, которых я поочередно, даже не поочередно, а одновременно использую. И пытаюсь среди них создать такую гонку оленей. Да, кто быстрее придет ко мне на помощь. Да и все, а то, вот у меня два друга, я там с ними общаюсь, вот это все рассказываю. Просто скажу, у меня два есть лоха, которых я просто грею там на разные ништячки, которые у меня в жизни там бывают, возникает надобность в них, да. В данном случае было масса, там, через неделю ей появится, не знаю, надобность купить прокладки, да, так внезапно. И один из оленей побежит и купит, да. Кстати, дефицитный в наше время товар, ребята, да. Представляете, олень будет бегать по городу искать прокладки, ребята. Это возможно, я слышал даже такие случаи, когда мужчина ходит за прокладками женщине. Нет, ну, в принципе, как бы, знаете, если уж совсем критическая ситуация, там, как бы, ну, я не знаю, там, она протекла где-то, там, не выйти с дома, не вот, хотя, в принципе, это проблема решаемая, там, не знаю, ну, не буду вдаваться в подробности, как бы, но я с женщиной общался на эту тему, вот именно тет-а-тет, как бы, просто обсуждали конкретные случаи, да, она сказала, это все фигня, говорит. Любая женщина, вот сейчас даже женщина, напишите в комментариях, что решили вы бы эту ситуацию, как бы, без прокладок, да, ну, временно дойти, там, до аптеки, либо до магазина. Она мне сказала, эта барышня, что это все решается без проблем, как бы, там, подручными способами, так скажем, все нормально, как бы. А это была манипуляция, просто, вот, типа, ну, обычная женская манипуляция, сходи мне за прокладками и все. Что из этого получается, ребята, судите сами, кто этот человек, который ходит бабом за прокладками. Пишите об этом в комментариях.